В последние годы Воронеж заметно повысил свою культурную значимость на карте России. Знаменитые музыканты, дирижеры, художники, актеры, эстрадные исполнители и другие деятели культуры и искусства с удовольствием посещают столицу Черноземья. Прикипел к нашему городу и выдающийся дирижер современности, как его называют человек мира, народный артист России, герой труда Валерий Гергиев. При его феноменальной загруженности, как художественного руководителя Мариинского театра, Лондонского симфонического оркестра и других известных во всем мире коллективов, он является создателем и главным движущим духовным и творческим центром Московского пасхального фестиваля. В этом году маэстро Валерий Гергиев для Воронежа сделал исключение. Вместо одного, как обычно в других городах, всемирно известный симфонический оркестр Мариинского театра под его управлением дал два концерта. Главной темой выступления стали две грандиозные даты в мировой истории и мировой музыкальной культуре – 70-летие Великой Победы и 175-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всемирно известный дирижер вынашивает новые творческие идеи глобального характера. Ставила задача по моей просьбе создать сводный хор России детский. Хор уже показал себя, показал себя на весь мир сейчас. Еще одна задача создавать тысячеголосые детские хоры в регионах. Я жду, что в Воронеже мы в следующий приезд обязательно выступим с огромным ярким детским хором. Мне кажется, это самое лучшее предложение, какое я мог сделать любому региону. И, кстати, мы в Ульяновске позавчера выступали. Был огромный хор. Они решили этот вопрос, попели с оркестром. Мы для них поиграли. Это хорошая была встреча, знакомство. Думаю, что это один из приоритетов для всех, для нас, кстати, я думаю, для вас тоже. Валерий Абисалович живет уже и проблемами воронежской культуры. Особенно его беспокоит судьба Воронежского государственного театра оперы и балета. Театр, пожалуй, нуждается в серьезной реконструкции. Он, пожалуй, безусловно должен сохранить свои исторические параметры и архитектурный облик. И внутри я бы многое сделал зрительной части, но не меняя, мне кажется, того замысла, который был. Что-то величественное есть, вот это фойеи, эти колонны. Это просто должно засверкать новыми красками. Ну вот ваши коллеги в Самаре получили такую реконструкцию. А вот на сцене, сценой, за сценой пространства и техническая мощь театра от такой реконструкции должны очень выиграть. Тогда партнерство с Мариинским театром будет немедленным, потому что не надо будет ломать голову, как приспособить какие-то наши спектакли. А у нас их около 200, я думаю. Ну, там есть простые, там есть сложные, там есть гигантские спектакли. Даже маленькая часть спектакля сюда просто не поместится. Но если будет с умом и продумано будет по-настоящему, как делать реконструкцию, не обязательно очень дорогую, не обязательно очень долгую. Единственные люди, которые предпочитают долго ввязаться в проект и очень долго потом его доводить, это строители. Потому что строители, мы через это проходили, строители надо уметь контролировать. У нас новый театр строили 10 лет, а концертный зал строили 9 месяцев. У нас большой, серьезный концертный зал. Но концертный зал строили мы сами. А театр строили другие организации. Минкульт, северо-запная дирекция так называемая, Минкульта. И стоимость возросла раз в 7 за эти годы. Ну вот вам это уже, я вам уже всю историю объяснил. Это в интересах тех, которые не пришли, у них гарантированно будет на 10 лет большой заработок, много работы. И много работы, это много лет работы. Не так уж много работы самой, ее мало. Все разделить на 10 лет. За 10 лет нужно построить город, миллионный. Так что я уверен, что если Алексей Васильевич возьмется за этот проект, он обязательно будет реализован. И реализован будет с умом и достаточно быстро. Ежегодно СВИК-ТВ присуждает премию «Человек-года» для тех, кто вносит существенный вклад в развитие Воронежской области в разных сферах деятельности, является фигурами яркими, талантливыми, принимающими активное участие в жизни нашего региона. Одним из номинантов в этом году, несомненно, станет художественный руководитель Мариинского театра Санкт-Петербурга, народный артист России, герой труда Валерий Гергиев. Продолжение следует...